О, 28 августа жду вас на моем сольном акустическом концерте в Москве. Все подробности под видео. Погнали! Всем привет, вы на канале Айс. Сегодня я расскажу о радиотапок до того, как они стали известны. А перед началом видео я тебе попрошу, пожалуйста, подписаться на канал и поставить лайк. А теперь я тебе пожелаю приятного просмотра. Олег Абрамов, солист группы радиотапок, зародившийся в 2010 году. Основная деятельность коллектива заключается в создании каверов на популярные рок-композиции. Олег пользуется популярностью у молодежи и стремится к продвижению коллектива. При сотрудничестве с ним рейтинг группы порядочно вырос. В настоящее время в состав коллектива входят Олег Абрамов, вокалист. Александр Солдатов, моушн-дизайнер и оператор. Александр Домрачев, звукорежиссер. Руслан Миславский, менеджер. Радиотапок – это практически единственный бенд, популярность к которому пришла не во время живых выступлений, а после клипов. Парни настолько умело привлекали внимание зрителей в социальных сетях, что казалось, будто они уже давно занимаются этим. В начале творческого пути вокалист группы создал сообщество ВКонтакте и поинтересовался, на какие песни им интересно слушать каверы. Тогда-то и появились первые клипы, основанные на композициях Рамштайн, Сейботон, Линкен Парк и других исполнителей. Абрамов утверждает, что сумеет перепеть кого угодно. Впервые в концертный тур группа отправилась в 2017 году. Абрамов не ожидал, что выступления будут успешными. Из-за популярности группы в 2018 году было решено повторить поездку. Группа Радиотапок никогда не конфликтовала с артистами, на чьи песни записывала каверы и снимала клипы. Ни разу ее не обменяли в нарушение авторских прав. Группа Сейботон даже предложила парням поездить с ними по России. А теперь мы поговорим о личной жизни Олега Абрамова. Мужчина не любит распространяться об отношениях с женой. Он не размещает в социальных сетях ни ее снимки, ни фото детей. Несмотря на это, он весьма тепло отзывается о супруге. Что касается информации о детстве и юности, ее практически нет в сети. Единственное известно, что он увлекался музыкой с раннего возраста. Еще в школе подросток решил связать себя с творчеством. Группа уверена, что в 2021 году тур по России будет еще более успешным, чем в прошлые периоды. Олег не намерен останавливаться на достигнутом. Он понимает, что впереди его ждет много работы и готов совершенствоваться, радуя поклонников новыми творческими успехами. Но вот такую краткую историю я рассказал. Если тебе понравилось мое видео, обязательно поставь лайк и подпишись на канал. Всем пока! У меня интересная коробочка. Underground. Что такое Underground? О, это пусть... Что такое Underground? T Субтитры подогналh重 Продолжение следует...